Здравствуйте! В эфире телеканал Арис Новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Глава Кумертовской администрации провел рабочее совещание по подготовке программы развития городского округа. В нем приняли участие его заместители, представители агентства по развитию территории и линейный менеджер Кумертао Андрей Миголь. Был представлен перечень инвестиционных проектов. После обсуждения за каждым из них закреплены ответственные. Прозвучала рекомендация определиться с первостепенными проектами, реализация которых необходима уже сегодня. В течение дня линейный менеджер посетил КумАПП и провел выездные рабочие встречи с местными предпринимателями. Сегодня, 15 июня, Андрей Миголь находится в Уфе, где в профильных министерствах продвигает кумертауские проекты. На ремонт дороги, обустройство детской площадки, покупку транспорта или иное подобное начинание городским округам выделяют до миллиона рублей. Но для получения этих денег горожанам нужно доказать, что им действительно это необходимо. Доказать в том числе путем вложения в проект собственных средств. Так работает программа поддержки местных инициатив. Не так давно о ней рассказали кумертаусцам. И среди жителей городского округа уже есть желающие принять участие в программе. Есть такая программа поддержки местных инициатив, по которой государство выделяет городским округам до одного миллиона рублей на реализацию проекта. Это может быть благоустройство любой муниципальной территории, покупка техники или ремонт дороги. Словом, практически любая инициатива, которая пойдет на пользу населенному пункту. Однако, чтобы проект реализовать, необходимо победить в конкурсе и проголосовать за него, что называется, рублем. То есть вложить и собственные средства. Эта программа, шагая по стране, наконец дошла и до городского округа Кумертау в лице консультантов Всемирного банка. Программа поддержки местных инициатив – это конкурсная история. И поэтому здесь очень важно, сколько ты еще баллов наберешь. И каждое действие, оно оценивается в тех или иных баллах. Жители дома номер 29А по улице Энергетиков стали одними из первых, кому рассказали об этой программе. На общем собрании жильцов озвучили, что для участия в конкурсе, во-первых, необходимо определиться с проектом, во-вторых, с объемом средств, которые они готовы потратить – от 5 до 20%. Ну и в-третьих, выбрать инициативную группу, которая будет организовывать и контролировать весь процесс, вплоть до приема работы в случае победы в конкурсе. Вы первые, так что всегда очень тяжело начинать, непонятно, боязно. Но мы поблагодарим Мину Мирону, что она лично сегодня с нашим городом начала работать, потому что кто кроме нее так все бы нам профессионально рассказал. Потому что нам, честно говоря, не всегда верится во что-то хорошее, везде сомнения есть. Тем более, что речь идет о деньгах. Но мы сегодня поняли возможность, я думаю, что ваш пример поддержит другие ТСЖ. От членов ТСЖ по улице энергетиков 29А звучали и предложения по благоустройству придомовой территории. Однако программа поддержки местных инициатив распространяется только на муниципальные земли. После коллективного обсуждения было решено в программе все же участвовать и попробовать благоустроить площадку в парке коммунальников. Предполагается, что проект будет включать и обустройство пешеходных дорожек, ведущих к парку. Двор для нас маленький, детям. Нужно место для катания коляски, где по дорогам не покатаешь. Нужно выйти в парк, чтобы все было угорожено и маленьким, и взрослым детям, чтобы было чем заняться. И развлекательные, и там, чтобы деревья какие-то были, тенечек, свежий воздух все-таки. Ну, то есть считаем, что да, именно в нашем районе, в Восточном, такого места нету. То есть в тот парк ходить далеко, а здесь, чтобы у нас что-то было рядышком, под боком, где можно погулять с детьми, отдохнуть самим. Это необходимо, мы считаем. Как думаете, получится реализовать вот это вместо тему? Надеемся, что да. Надежда умирает последней. Сначала есть для маленьких, мы хотели еще, чтобы поставили спортивный инвентарь, спортплощадки, волейбольные, баскетбольные площадки для детей постарше. Также могут туда и взрослым выйти, поиграть. То есть это быт всех жителей микро- района Восточный. Для этого мы собрались, чтобы нам помогли в этом деле, поддержали. Основную финансовую нагрузку по поддержке проектов в рамках программы берет на себя государство. Однако и муниципалитету, и горожанам тоже необходимо вложить средства. От 5 до 20 процентов по договоренности. К слову, поддержать начинание жильцов дома номер 29А по улице энергетиков могут все горожане. Это может быть как денежный, так и не финансовый вклад, например, предоставление оборудования или транспорта, организация субботника и прочее. Все это в конечном итоге увеличивает шансы на победу в конкурсе. Мы сейчас посмотрели по документам, мы сделали уже протокольные записи, и по ним видно, что у вас очень высокие шансы по нескольким параметрам. Хочу сказать, что это собрание подготовлено хорошо, что у него очень высокие шансы на победу. Я очень надеюсь, что вы победите. Еще одно подобное собрание параллельно прошло в селе Ира. Члены территориального объединения села также приняли решение участвовать в программе поддержки местных инициатив. Предлагали сделать внутренний ремонт детского сада, расширить территорию кладбища или создать многофункциональную спортивную площадку. Большинством голосов остановились на площадке, решили модернизировать школьную или организовать новую на территории, прилегающей к многоквартирному дому. Думаем о будущем, о наших детях, потому что действительно в селе детям негде собираться, нет центра, где бы они могли проводить время, играть вместе, общаться. Есть единственное место – это школьная спортивная площадка. Вот туда ходят дети, но она не рассчитана на младший возраст, дошкольный. А эту площадку мы планируем все-таки и для мам с колясочками, чтобы они гуляли, лавочки будут стоять, и для бабушек могли собираться, посидеть где-то, пообщаться. И в то же время и дети поиграть в песочнице, покататься на горке. И подростковый возраст там тоже предусмотрен. Более того, инициативная группа рассматривает вариант установки сцены на многофункциональной площадке. Дело в том, что в селе Ира нет клуба, то есть жителям фактически негде собраться или провести массовое мероприятие. Собственных же средств решено вложить 20% для того, чтобы повысить шансы на победу в конкурсе. Тема вообще проходная, то есть она всегда заслуживает внимания большого. Дети – это наше будущее, вот как это… Я не хочу здесь пафосно выражаться, но так ведь оно и есть. И я вообще, когда вот закрывали собрание, я просто сказала, говорю, вы ведь не площадку вы выбрали на самом деле, вы выбрали ваших детей. Вы выбрали все будущее вашего села, вы выбрали, в конце концов, даже свою старость. Вы сегодня показываете вашим детям пример того, как надо заботиться, как надо самим проявлять инициативу и реализовывать эту инициативу, осуществлять то, что вы задумали. Победа предложенных проектов теперь во многом зависит от активности инициативных групп и самих жителей городского округа, отмечают консультанты. Сама же программа поддержки местных инициатив работает уже три года. А о том, что она действительно работает, как минимум свидетельствует карта на сайте программы. Значками на ней отмечены уже реализованные проекты. Всероссийский конкурс под названием «Я исследователь» для воспитанников детских садов и младших школьников проводится в нашей стране с 2005 года. В нем участвуют дети, их родители, педагоги из России и ближнего зарубежья. Понятное дело, что такая широкая география создает серьезную конкуренцию. Но тем и почетнее победа в состязании. Не так давно кумертаусским гимназистам удалось покорить и эту вершину. Подробности у Гульнас Филатовой. Я исследователь Всероссийский конкурс для детей. Он проходил в несколько этапов. Последний завершающий состоялся в Сочи и участие в нем приняли наши ребята из гимназии номер один. С 29 по 31 мая проводился конкурс. И на этот момент не должно было ребенку исполниться 10 лет. Саше 1 июня исполняется 10 лет. То есть я сказала, это судьба, нам нужно обязательно попасть и победить. Но хочу сказать о ребенке, что он меня очень порадовал, что я ему очень горжусь, потому что он очень собранный был. Мы с ним были вдвоем, без мамы. Ездили в эту поездку. И он очень понравился жюри. И на следующий день его жюри очень хорошо встречало во второй этап. И даже в статье, в интервью своем указали наш город и Сашу. Захотели приехать сюда и посмотреть все то, о чем он говорил. 14 регионов Российской Федерации приняли участие в конкурсе. Школьники соревновались в два этапа. Стендовая защита и научный доклад с презентацией. Из 129 конкурсантов во второй этап прошла половина ребят. Представители нашего города оказались в их числе. В первой части своих экспериментов я решил изучить свойства природного газа. Так как смотрел фильмы. По телевизору часто показывают несчастные случаи с людьми, так как они не соблюдают правила безопасности при обращении с природным газом. И беседовал с учителем химии в нашей школе и со специалистами УАУР. И они мне сказали, что первое свойство природного газа, то, что он не имеет цвета и запаха. И обнаружить его отечку очень трудно. В своем выступлении на конкурсе Александр Зелепухин рассказал не только фактическую теорию на тему, но и представил исследование с экспериментом, проведенным на практике. Кроме того, по словам жюри, он блестяще ответил на вопросы о природном газе и занял второе место по итогам конкурса в своей секции «Математика-техника». В другой категории «Естество знаний и неживая природа» диплом третьей степени получила ученица первого класса нашей гимназии Есения Елисеева. На мероприятии она рассказала о различных опытах с яблоком. Современные дети любят заморские фрукты. И я решила им доказать, что яблоко, оно полезное, и его нужно употреблять чаще в пищу. Мы определяли наличие воды, яблочной кислоты, крахмала, железа, йода, как меняется на яблоко, и есть ли витамин С в яблоке. Также в конкурсе участвовала ученица первого класса гимназии Полина Юртаева. Темой ее выступления стало негативное влияние шума на организм человека. Я побывала на лабораторной работе по дисциплине безопасности жизнедеятельности. И я там увидела интересный прибор шумомер. И можно измерять уровень шума. И мне стало интересно, какой уровень шума в нашем классе на уроке и на перемене. Как влияет шум на учебную деятельность и утомляемость учащихся. В завершении на торжественной церемонии закрытия в городе Сочи учащиеся получили дипломы и памятные сувениры. По словам руководителей, наши ребята справились со всеми заданиями конкурса достойно и профессионально, несмотря на возраст и серьезную конкуренцию. Работа требует, во-первых, и физической силы, эмоциональной отдаешься. Тем более, у меня были две ученицы первого класса. Возраст еще самый маленький они были, потому что это конкурс единственный в нашей стране, который проходит для маленьких исследователей. Здесь, конечно, немаловажную роль играют родители, которые мне помогали. Совместные усилия родителей, учителей, детей. Все вместе это дает такие большие результаты. Ну и, конечно, талантливые дети. Благодаря им наш город, наша республика заняла призовые места. Поздравить созидателей Свято-Софийского храма в селе Ира приехали гости не только из разных районов Башкортостана, но и из ряда соседних регионов. Храм и обитель при нем накануне отметили свои юбилеи. Как отмечали этот праздник, узнаете из следующего сюжета. Марфо-Мариинский монастырь в селе Ира отметил столетие со дня строительства и десятилетие женской обители при нем. Поздравить обитателей храма с юбилеем прибыли официальные лица, духовенство, простые сельские труженики, а также гости из городов, районов республики, представители соседних регионов и, конечно же, казаки. Люба! Люба! В первую очередь казак, без веры не казак. Казаки всегда были рядом с храмом, всегда помогали церкви, и сейчас и мы помогаем. Поэтому, значит, такое мероприятие большое пропустить нам нельзя. Фактически празднование началось с божественной службы, литургии, только торжественной. Ее провел епископ словацкий Кумертауский Николай. К слову, выстоять службу от начала до конца удалось не всем. Помещение было заполнено до крайней степени. Песня. 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 Завершилась торжественная служба крестным ходом вокруг здания, в котором и совершалось. После этих обрядов перешли, можно сказать, к официальной части. Епископ Николай и председатель Совета городского округа Кумертау Олег Астахов вручали грамоты и подарки храму и тем, кто сделал его существование возможным. Отметили людей, кто оказывал помощь храму, монастырю. Сегодня еще 10 лет Марфо-Мариинского женского монастыря села Ира. Тоже ведь, а всегда же это и церковь, и монастыри, они живут за счет пожертвований, помощи народу. Раньше церкви строили всем миром. Сегодня мы этих людей отметили. Нельзя не сказать о трудах нашего досточтимого архимандрита Николая Чернышева, наместника Покровского и Евнацкого монастыря села Дедова, Федоровского района, который начинал и который сделал все для того, чтобы организовать здесь Марфо-Мариинскую женскую обитель. И сейчас мы знаем его труды также и в городе Кумертау. Это очень заслуженный человек, но и также неумолимы труды Матушки Игумени Серафима. После награждения и слов благодарности, епископ Николай окропил прихожан и гостей праздника Святой Водой. Вот и хорошо. Чуть не заслаблено. В завершении праздника в рамках небольшого концерта в актовом зале храма поведали о его истории, исполнили церковные песнопения. Напомню, Свято-Софийский храм основали в начале 20 века. Сейчас он является памятником архитектуры, объектом культурного наследия регионального значения. К небу возносят молитвы людей, сладкие грезы детей. Господи мой, сердце открой, дай мне услышать ангельский хор. Господи мой, сердце открой, знаю ты, Бог живой. Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова